Дорога Дорога Добрый день. Я, кстати, особых нареканий от водителей не слышала. От пешеходов – да. Прежде чем мы к этим желтым ограждениям перейдем, оперативно отреагируем на сообщение детского омбудсмена Владимира Шабардина. Он его выложил 43 минуты назад у себя в Фейсбуке. Он говорит о поликлинике, которая находится на Некрасово, 14. Я цитирую его Фейсбук. По обращению родителей выехали на место в доме детская поликлиника и бюро медико-социальной экспертизы для детей до 18 лет. Родители вынуждены заносить детей-колясочников на руках, потому что на коляске не проехать. Безобразие, пишет Владимир. По словам сотрудников, неоднократное обращение результатов не дали. Правда, он не поясняет, куда обращались. Придомовая территория, все открещиваются, взяли в работу, будем разбираться. Альберту Валентиновичу мы показали фотографии, которыми обильно свой пост снабдил Владимир Шабардин. И вот хотим сейчас услышать мнение руководителя дирекции дорожного хозяйства. Чья это территория, на ваш взгляд, и как здесь поступать правильно? Еще раз добрый день. Судя по фотографиям, это придомовая территория. Скорее всего, это относится к ведению управляющей компании. Но надо уточнить, посмотреть. То есть есть разделение территорий. Надо посмотреть по линиям ответственности и в соответствии принимать от этого меры. Вот это чья сейчас зона ответственности? Это к вам нужно обращаться, вы подключаетесь? Или это чье-то другое ведомство? С территориального управления можно начать, потому что у них есть все данные. Они могут определить зону ответственности либо это администрация, либо управляющая компания. Это Ленинский район, я так понимаю. Да, но в любом случае во взаимодействии с администрацией надо этот вопрос решать. Надо просто, вот на фотографии, когда зайдете, посмотрите, и пандусы, и крылечка упирается в гигантские лужи такие, да, и в ямы, которые сейчас залиты водой и грязью. Припаркованные стоят коляски и, конечно же... И лежат деревянные поддоны, как это часто в Кирове бывает, в лужах. Как в нашем детстве с тобой, Аня, да? Да, удивительно. Ну, сейчас к желтым заворам. Просто пестрят все паблики, особенно те, которые специализируются на городской среде, и строим Киров, и красивый Киров. Пестрят сообщениями и критикой по этим ограждениям. Начнем с перинаталки? Я даже думаю, да. Можно начать с московской, потому что на московской, конечно, жалоб от пешеходов больше. И они такие более жизненные, я бы сказала, да, установленные на московской, перекресток Московской и Менделеево ограждения, возле перинатального центра. Все хорошо. Кроме того, что оставленный проход, он фактически там один в один совпадает с огромной лужей на тротуаре, и люди для того, чтобы переходить дорогу, вынуждены эту лужу либо перепрыгивать, либо через нее, ну, в нее прямо ступать. А вчера там пыталась сама перейти. Это действительно очень сложно. Это сложно. Вот. Может быть, я не знаю. Ну, тут что можно сделать? Можно только закатать вот эту вот ямку, в которой лужу собирается. Представляете, что можно сделать? Я сами не буду поэтому предложение выдвигать. Я вот как раз пытаюсь найти эту фотографию. Фотографию, да? Фотографию, да, я ее видел. Ну, здесь вопрос в чем? Если мы говорим о желтых ограждениях, эстетически можно там говорить разное у всех. Восприятие. Восприятие абсолютно свое. Что касается самого формата, данное ограждение начали ставить еще с 2009 года, когда Киров начинал участвовать в программе федеральной, в целевой программе по безопасности движения. Это была тогда федеральная программа, сейчас, по-моему... Она сейчас действует, мы в ней участвуем. Ну, вот в этом году не участвовали, я думаю, будем участвовать в следующем году. Вот. Это типовые ограждения, то есть форма предлагается, согласовывается, это что касается самих ограждений. Что касается установки в данном месте, то есть мы их не просто устанавливаем там, где посчитаем необходимым сами. Есть по данным, по итогам года, составляются данные по местам концентрации ДТП. Это ГИБДД предоставляет, да? Совместно с ГИБДД мы эти данные рассматриваем, и в наших обязанностях прямых есть предпринимать, в том числе, меры по ликвидации ДТП. То есть разрабатываются изменения дислокации, ну, целый перечень мер, которые предусматриваются. В данном случае это было в виде установки ограждений. Конечно, наверное, это наша, не наверное, это наша ошибка, что мы ее не предусмотрели, что там здесь скапливается лужа, и фактически мы заставили людей в данном участке форсировать, а не переходить улицу. Я думаю, что мы в ближайшее время решим этот вопрос, хотя по фотографии, по памяти скажу. Там нет разрушения тротуара, нет, скажем так, он не поражен, не побит. Единственное, что это различные уклоны, которые именно и дают скапливание воды. К сожалению, у нас по городу таких мест очень много, и, ну, естественно, надо стараться реагировать на те места, которые общественность возбуждает. Но вообще-то надо переводить в плану работу, в том числе, как мы сейчас работаем по тротуарам и стараемся, чтобы именно подходы к пешеходным переходам, они были сухими. Ну, то есть ямку в ближайшее время вы посмотрите, и если будет такая возможность, как-то сравняете ее с остальным уровнем тротуара? Мы стараемся этот вопрос решить. Это будет в частном порядке. Если будет такая возможность, ну, как можно не ликвидировать? Ну, свето-погода не позволяет, ну, вот дожди же. Ну, слава богу, еще снег не пошел, температурный режим позволяет работать. Я думаю, что мы решим вопрос, как это мероприятие осуществить. Вот, а теперь к стандартному виду этих ограждений хотелось бы перейти. То есть если вот на московском Менделеево претензии как раз в таком, ну, как бы практической помехе, да, возникшей после установки ограждения, то на перекрестке Октябрьского проспекта и Герцена, конечно, прежде всего вопросы к эстетическому виду. То есть красивая чугунная ограда на Октябрьском проспекте черного цвета. И вот эти вот желтые металлические решетки рядом, значит, приваренные, которые никак не сочетаются ни внешне, ни по цвету, никак. То есть вот с этим что-то можно будет сделать или нет? Вы имеете заменить? Нет, хотя бы, ну, не знаю, хотя бы покрасить, может быть. Ну, вот опять-таки я говорю, что с точки зрения эстетического восприятия у всех все по-своему. Соглашусь абсолютно, что не в общем тоне, но здесь вопрос в чем. То же самое, это именно у меня по этому месту на памяти есть цифры. Там в 17-м году было 8 ДТП с пострадавшими пешеходами и в рамках именно реорганизации движения. Там эти ограждения установлены, установлен светофорный объект. То есть на это почему-то никто не обратил внимания, что там светофоры поставили. Мы видели. Он пока еще не работает просто. Светофорный объект установлен, сейчас решается вопрос, мы получили технические условия на подключение. Решается вопрос с подключением и он будет работать в ближайшие буквально дни. Это что касается самого места ликвидации ДТП. Что касается самих ограждений. Да, согласен, наверное, внешне чугунные ограждения, они намного красивее, эстетичнее. Но, опять-таки, скажу, наверное, на мой взгляд, опять-таки, лично мой взгляд, они на Октябрьском проспекте вообще не нужны. С точки... Подождите. Ну, вот видите, вы сказали, ой, могу пояснить свою позицию чуть позже. Если мы говорим именно об этом ограждении, да, то оно в эксплуатации легче, оно ремонтируется проще. Вопрос с того решения, но здесь сходили именно с того, чтобы оно было предупреждающим. Желтые? Да. То есть, именно с точки зрения безопасности движения. Может быть, это некорректно, но пересмотрим, как-то посмотрим этот вопрос. Решим, я думаю. Насколько я знаю, эти ограждения в рекомендациях, которые их сопровождают, предлагаются в трех цветах. Желтый, оранжевый и серый. Приоритетным является желтый, и здесь уже выбор за городскими властями. Вот вчера мне Алексей Кузьмин, между прочим, рассказывал, что в Казани такие ограждения, они делаются из оцинковки. То есть, они такого металлически серого цвета, их не нужно красить каждый год, потому что они сохраняют приличный внешний вид. Я не знаю, насколько это правда. Нет, это правда. Применяются разные виды ограждений, в том числе оцинкованные, как вы говорите, в том числе и есть композитные материалы. Ну, так в простонародье пластик. И то, и другое в эксплуатации оно намного эффективнее. Но и то, и другое с затратом существенно дороже. В принципе, мы рассматриваем сегодня вопрос. Я думаю, мы согласуем эту тему с заменой либо на композит, но я думаю, вряд ли на оцинковку, скорее всего, на композитные материалы. Тем более, пешеходное ограждение, оно играет роль ограничивающей зоны перехода пешеходами проезжей части. То есть это дает безопасность именно для пешеходов максимально пресечь возможность пересечения с водительским. Прервемся на полминуты и продолжим нашу беседу с Альбертом Гутновым, руководителем дирекции дорожного хозяйства. Не переключайтесь. Ну, оно сейчас выглядит, кстати, негатив большой. Некоторые вещи, говорю, очень неприятные. Да, вот, хорошо. Эрберт Валентинович Гутнов у нас в гостях, руководитель дирекции дорожного хозяйства. Мы действительно начали наш разговор с очень горячей темой, потому что повсеместно устанавливаются в Кирове сейчас заборы, желтые вот эти вот заборы, которые призваны спасти пешеходов, ограничить возможность их движения, предупредить, чтобы не выскакивали на проезжую часть пешеходов-возводителей, чтобы уменьшить количество ДТП. Мы по Октябрьскому проспекту сейчас идем и разбирали перекресток на улице Октябрьский Герцена. Там, на самом деле, очень странный вид. Я здесь как раз хочу, чтобы вы, Альберт Валентинович, раз уж вы сказали по поводу чугунной решетки, тоже высказались, потому что вот сейчас вот с вот этой точки зрения свое время на углах, которые прилегают к перекресткам, чугунную решетку стали снимать. Тогда тоже был большой скандал. Люди спрашивали, куда ее увозят, а почему ее снимают, у кого она на даче. И мотивировали это тем, что нужно снять решетку, поскольку жалуются водители, не могут заворачивать зимой нормально, спокойно, там не видят, как выезжает с Октябрьского проспекта потоки машин, потому что сугробы большие. И вот сейчас я вижу, что по Октябрьскому проспекту эту желтую решетку ставят в стык с чугунной на некоторых местах. Я так подозреваю, что зимой-то как раз там сугробы будут собираться. Вот какое-то противоречие, мне здесь кажется, есть, нет? Ну, наверное, да, наверное, есть противоречие. Объясню, в чем вопрос. Есть две стороны, наверное, одной и той же медали. Первая – это эксплуатация, а вторая – это безопасность. Надо выбирать. Наверное, все-таки безопасность важнее. Наверное, надо тогда выстраивать работу так, больше ручных работ, особенно зимой, стараться не повреждать эти ограждения. То есть не сваливать снег машинами в сугробы на ограждения, а привлекать ручной труд, убирать вот этот снег между решетками, чтобы в кармашках, которые остаются, там не будут сугробы зимой лежать? Я думаю, что нет. Будем надеяться на это. Потому что мы решили этот вопрос, что в ручном варианте его перекидывали либо на газон, либо по возможности ввозили. Теперь, что касается цвета. Действительно, мы можем говорить о том, что на вкус и цвет товарищей нет. Но в преддверии урбанистического форума не могу не сказать, что абсолютно все специалисты по урбанистике сейчас говорят, что не нужно применять неестественные цвета нигде абсолютно в городе. И заборы должны быть черными, серыми, цвета металла или камня. Для того, чтобы они и выполняли свою функцию, и не разрушали, не рассекали пространство. Потому что мы сейчас вот говорим о том, чтобы город становился современным, красивым, свободным. Не спорю абсолютно, но специалист по урбанистике, наверное, человек, который обладает эстетическими познаниями и обладает чувством прекрасного, скорее всего. Но тогда нужно это чувство прекрасного совместить с практикой ГИБДД по ликвидации мест ДТП. На мой взгляд, извините, желтый цвет, да, может быть, он яркий, бросающийся, но именно потому он и желтый. — Он, между прочим, хорошо с листьями сочетается, с осенними. Я вчера обратила внимание. — Не сочетается он ни с чем, он режет пространство, это точно. Но подожди, давай мы спросим Альберта Валентиновича. Он говорил, что есть его собственное мнение по поводу чекунной решетки вообще на Октябрьском проспекте. Вы сказали, что, на ваш взгляд, она не нужна. Почему? — Ну, если мне память не изменяет, чекунная решетка, ну, вообще решетка, не решетка, а место ограничения пешеходов, то есть разграничительное барьерное ограждение пешеходного движения, оно ставится там, где проезжая часть примыкает к тротуару. Со стороны аллеи она не примыкает к тротуару. То есть, а с точки зрения эксплуатации, то это именно, особенно в зимнее время, да и в летнее покраска, помывка, она и затратна, и, ну, не то, что проблематична, но просто затратна. Опять-таки, посоветуемся с ГАИ, поговорим с администрацией, если это целесообразно, может быть, стоит ее перенести, не утилизировать, не убрать там, не кому-то на дачу положить, а именно перенести, если это будет необходимость. Поэтому это вот моя личная позиция. — Перенести на Октябрьском проспекте, на бульваре или в какое-то другое место? — Ну, допустим, какой-то парк, если это необходимо. — Понятно. — То есть ограждение само по себе, оно эстетичное. В черном свете оно никакое. Ну, чугунина, она интересна, она какой-то дает винтаж. Почему нет? — Смотрите, что касается безопасности дорожного движения, то активист, в частности, Анатолий Курбатов, координатор проекта «Красивый Киров», говорит следующее. Я считаю, что это безобразие, комментируя желтые решетки и то, как они выглядят и где они установлены, виной тому некомпетентность работников ГИБДД. Часть людей будет перелезать через забор, а водители не будут ожидать их у забора, аварийность возрастет. Здесь нужно, как поступает во всем цивилизованном мире, просто поставить знак пешеходного перехода и поднять его над дорогой, как лежачего полицейского, только широкого, чтобы машины видели его заранее, избавляли скорость при подъезде к перекрестку. То есть он предлагает другие методы в противовес примитивным решеткам. Ну, скажем так, я на себя не возьму оценивать компетентность сотрудников ГИБДД. То есть человек, который сказал, пускай это остается на его совести. Я вообще не люблю оценить чью-то компетентность. Здесь вопрос в чем? С точки зрения нормативов, которые есть, мы просматривали этот вопрос, мы просматривали сделать пешеходный переход не с одной стороны, а с двух сторон по улице Герцена, пешеходный переход через аллею. В принципе, наверное, будет возможно, если мы изменим организацию движения. То есть, допустим, отменим там разворот. То есть всегда есть какие-то выходы из ситуации, но тогда они требуют более комплексного рассмотрения. Организация движения на Кребурском проспекте, как, в принципе, наверное, все водители ведут по всему городу, она требует сегодня решения. И в том числе вот сейчас у нас проходят работы по, ну, в рамках программы как раз-таки БКД, то есть проходят работы по рекомендациям по организации движений по городу Кирова. Далее это уже будем далее с сотрудниками ГАИ их отрабатывать, смотреть и воплощать в жизнь. Опять-таки скажу, не всем они понравятся. Психология обычная. Мне удобно здесь остановиться, я здесь хочу, чтобы была стоянка. Мне удобно здесь перейти, я хочу, чтобы здесь был переход. Но надо понимать, что есть транспортный поток, есть пешеходный поток. Надо разграничить и сделать максимально безопасности. Исходя из этого, надо просто идти путем наибольшего удовлетворения количества жителей. А не персонально по каждому желанию. Альберт Валентинович, Вы сказали, что в этом году мы не участвовали в программе по установке вот этих ограждений. В следующем году будем. Это что значит, что вот нынче ставили заборы, потому что участвовали в прошлом году? Нет. В 2019 году не будем? Или как это вообще происходит? Нет, нет, нет. Федеральная программа, она имеет, это программа безопасности, безопасность дорожного движения. Там не только ограждения входят туда, там светофорные объекты. Если я не ошибаюсь, по-моему, пешеходный переход на Конево построили в рамках этой программы. Подземный переход? Да, 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 да. Вот. И, в принципе, у нас сейчас заявка туда отправлена, она находится в стадии согласования, там не только ограждения. Требования там довольно-таки жесткие, то есть, ну, по большей части, я думаю, что мы будем заниматься организацией светофоров. То есть, либо модернизацией, либо установкой новых светофоров, оборудованием. Острая тема сегодня стоит освещенных перешеводных переходов. Ой, это очень важно вообще, особенно вот сейчас, осенью, это, конечно, это, конечно... Осенью, да. Кстати, говорят, о цвете ограждения. То есть, желтое ограждение, даже если оно грязное, и черное ограждение. С этим я согласна, но заметнее, конечно. Но надо сказать, что... Не вопрос. Да, надо сказать, что в том числе с этими целями 23-24 октября в Кирове пройдет урбанистический форум. Там будут вопросы, в том числе, организации дорожного движения. И это открытая площадка для того, чтобы можно было выслушать специалистов, задать свои вопросы, поспорить и обсудить, как и что лучше сделать. Вот, пожалуйста, 23-24 октября. Вход свободный. Вход свободный. Я знаю, что 10 числа уже заработает сайт. И я надеюсь, что мы все получим возможность вывесить баннеры для того, чтобы горожане смогли спокойно найти эту страничку, зарегистрироваться на нужной площадке, сориентироваться, куда прийти, кого послушать, какие вопросы задать. Главное, чтобы это все не превратилось в балаган. Вот. Это задача модератора, как ты знаешь. Это задача, прежде всего, жителей, которые туда пойдут, чтобы они шли все-таки аргументированно и подготовленно. Все учатся. Вот ты понимаешь, что многие придут просто высказаться на болевшие, как сказать, выпить. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Действительно, с чего-то надо начинать. Итак, мы с желтыми заборами на сегодня заканчиваем. Продолжаем разговор с Альбертом Гудновым, руководителем дирекции дорожного хозяйства. Переходим к БКД. Да. Или к контракту. Давайте сначала БКД. Ну, я понимаю, что сейчас только предварительные итоги мы можем подвести до программы по ремонту дорог, такому масштабному, который был в Кирове в этом году. Мы постоянно отслеживаем, конечно, как идет работа по БКД. И тоже есть разные здесь позиции. Кто-то говорит яростно, что ничего не изменилось, качество дорог плохое. Это неправда. Что у нас здесь были представители той же группы по контролю за ремонтом дорог. И внутри самой группы тоже есть противоречия. Часть людей говорит, что качество не улучшилось. Другая часть говорит, что значительно повысилось и качество, и удовлетворяет объемы, и обочины лучше стали там отсыпать, где это нужно, там, да, на выходах из города. Ну, давай мы выслушаем позицию тогда городской власти. Хорошо. И конкретного человека, который за это отвечает. Альберт Владимирович. Значит, ну, опять такая сухая статистика. В текущем году у нас 88 объектов. То есть это участки улиц, либо улицы. Они прошли стадию конкурса, стадию ремонта. Общая площадь у нас 101 километр. Когда мы заходили на эту программу в этом году, у нас было в плане 94 километра. То есть за счет экономии увеличили протяженность, увеличили количество объектов. Вот. Что касается текущего состояния дела. Значит, у нас сегодня находится в работе один объект. Это в рамках экономии. Вот. Я думаю, что до 10-12 октября, в зависимости от погонных условий, мы его будем готовы принять. Один объект это где, напомните, пожалуйста? Это улица Красина. Улица Красина. Улица Красина как раз-таки. Эта улица получилась у нас. Включили в работу. Как раз-таки по нормальному, абсолютно здоровому замечанию общественников. То есть они показали, вот здесь у вас ошибка. Давайте мы предлагаем так. Почему нет? И наоборот, я сам согласен, когда конструктивный подход идет. Вот. Что касается дальнейших наших мероприятий, то у нас есть небольшая экономия сложилась. Ну, всего различных причин. Мы объявили аукционную процедуру. У нас торги по ней состоятся 15-го числа. И, в принципе, это один из участков Октябрьского проспекта. И, в принципе, если погодные условия позволят, мы этот участок закончим. Если погодные условия не позволят, мы не будем проводить работу. Перейдем в следующий год. Давайте скажем, что за участок. Это Октябрьского проспекта от Герцена-Домосковской. Ага, понятно. То есть участок, ну, там небольшой, как раз, участок, который, в принципе, и требует ремонта, и надо его привести в порядок. Это тоже в рамках сэкономленных средств появилась такая возможность. Мы сейчас прервемся на полторы минуты. У нас реклама, продолжим разговор про БКД. У нас будут еще вопросы про подрядчиков и субподрядчиков. Мы помним, что в этом году была принципиальная позиция, что нужно концентрировать подряды в тех организациях, за которыми легче осуществлять контроль, которые будут исполнять свои гарантийные обязательства. Будут ли власти придерживаться того же принципа? В следующем году узнаем после короткого перерыва. Продолжаем разговор о дорогах. Два часа мы сегодня будем об этом говорить. И в первом часе беседуем с Альбертом Гутновым, руководителем дирекции дорожного хозяйства. Мы говорим о том, как проводилась программа БКД в 2018 году. Безопасные и качественные дороги. Да, хотелось бы понять, сохранятся ли намерения реализованные в 2018 году властей заключать контракты и отдавать приоритет крупным компаниям, которые работают на местах, для того, чтобы легче было за ними следить, для того, чтобы понятно было, кто исполняет гарантийные обязательства. Потому что у нас были прецеденты в прошлые годы, когда заходили компании-однодневки с капиталом 10 тысяч рублей, уходили, как было с дорогой на русское. Дело даже не в том, однодневки они или не однодневки. Дело в том, что это просто... Любого иногороднего подрядчика, мне кажется, сложнее контролировать. Потому что он сделал, уехал, у него там какие-то другие заказы в других регионах, поди его ищи свящи. Да, ну так вот. Эта вот тенденция сохранится. Вы удовлетворены своим решением, как оно сработало в этом году? И будете ли вы продолжать в том же духе в следующем? Давайте будем говорить о том, как не то, что удовлетворено, давайте говорить о результатах. Давайте. Да, то есть если мы говорим о текущем контракте БКД. Было два контракта. То есть работали ВИАТ «Автодор». Это, опять-таки, областная организация, если не ошибаюсь, ГУП «Форма собственности». Работал ГДМС. Это городская организация, по-моему, «Форма собственности» или ГУП, или АО «Государственная». Опять-таки. И если мы говорим по субподряду, это Абазаорич и КТС, по-моему. Это все кировские компании? Да, во-первых, это все кировские компании. Кстати, поправлюсь. По киров-русскому мы решили вопрос, то есть участок дороги, который был не принят в этом году, он был переложен, отремонтирован, мы проверили. И, в принципе, по-моему, сейчас буквально на днях должны прийти результаты по вырубкам. Если там вопросов по асфальто-бетонной смеси не будет, мы его примем и закроем этот вопрос. Это та история, которая как раз с прошлого года тянется. Да, поэтому этот участок у нас тоже закрыт. Поэтому с точки зрения сроков работы, то есть по всем подрядчикам стоял срок, по основному контракту в рамках экономиста, срок стоял 30 августа. Да, они вышли где-то в 10 сентября, но здесь можно четко проследить и посмотреть. То есть примерная просрочка, она совпадала с количеством дней, которые были непогодные. И, в принципе, чего нам удалось избежать, то есть у нас никто, в принципе, не укладывал асфальт в неблагоприятные условия. Это первое. То есть по срокам уместились, по результатам мы тоже прошли. Что касается объемов, качества работ, ну, скажем так, качество лабораторное, инженерное прошли, весна у нас покажет гарантийные все вопросы, которые выплывут. Что касается, что хорошего было в этом, ну, не то, что хорошего, но мы постарались этот вопрос решить. Мы решили практически по всем дорогам проблему с колодцами. То есть все колодцы, мы... Все колодцы, по которым у нас был ремонт, мы поднимали и доводили до нормативного состояния. И они сейчас, в том числе, и на гарантии у подрядчиков. У нас получилось... Не получилась работа по съездам. У нас не получилась работа, потому что, ну, где-то некачественно посчитали, где-то, да, это есть, скажем так, как такой косяк, мы его на следующий год будем учитывать, будем смотреть, чтобы у нас этого негатива не было. Это мы имеем в виду отремонтированная часть дороги и не отремонтированная, например, перекресток, да? Или съезд во дворы, где? С примыканием к другим проезжей части. У нас, в принципе, вопросов не возникло. Были некоторые косяки, переделывали, нормально решили вопрос. Я говорю о том, что массово была проблема с жителями. Это не проблема, а, в принципе, здоровая критика. Ну, как она может быть здоровая? Если мы это не учли, это наша проблема. То есть речь именно о съездах во дворы? Да, да, съезды во дворы и примыкание к тротуарам. То есть разные уровни. Опять-таки, многие жалуются, говорят, вот дороги не было, у нас не было воды. Абсолютно справедливое замечание, потому что, когда дороги не было, вода растекалась и в газон, и в ямы, и куда угодно. Сейчас создали, ну, скажем так, место для сбора воды, оно растекается туда, куда ей положено по уклону. Чаще всего это бывает во дворы, к сожалению, либо на съезд. Частично, не полностью. Мы по многим местам нашли понимание с подрядчиками. Что касается, кстати говоря, вот таких крупных подрядчиков, они это сделали, сделали где-то даже за счет своей прибыли. То есть люди, понимающие, живущие здесь же, они понимают, что все равно мы с них не слезем, и с людьми, и им в том числе общаться, они идут навстречу, и какие-то вещи они делают. Вот, опять-таки, что касается самого лота. Я не знаю, как у нас распределить малый бизнес или крупный бизнес, но, на мой взгляд, техника для укладки асфальтоукладчиком, она никак не попадает под малый бизнес. Средняя цена асфальтоукладчика нормального сегодня где-нибудь, наверное, 250-300 тысяч евро. Умножьте на 7, вот вам цена. Малый бизнес или нет? Опять-таки, основное, это качественный асфальт, завод. Опять-таки, если мы говорим об импортном заводе, это 1,5-2 миллиона евро. Ну, это такой передовой завод. Вот, если мы говорим об аналогах российского либо СНГ, это, сейчас не помню цены, но 3-4 года назад была порядка 50 миллионов. Вот, посчитайте. Если ты хочешь своими силами работать на этом бизнесе, то ты на крупных объектах должен иметь технически отнощённых миллионов на 100. Малый бизнес, крупный бизнес, я не знаю. Опять-таки, можно разделить вообще улицы, даже по участкам, можно разделить вообще всё-всё разделить. Но нам же нужно не только удовлетворить, так сказать, всех. На мой взгляд, задача заказчика соблюсти качество и цену. То есть, не только пытаться сделать, разбить контракт и сделать его максимально доступным, но ещё максимально качественным. Да, наверное, где-то круг участников сужается, но он сужается в кругу профессионалов, а не в кругу всех, кого я хочу. Да, наверное, человеку с бумагой и ручкой труднее зайти на этот контракт. Да, но люди, которые обладают всеми возможностями и людским инженерным, техническим ресурсам, они для себя не видят таких проблем. Опять-таки, условия этой программы, то есть, выполнение этой программы, участие в этой программе. Ведь федералы не будут спрашивать, как у вас прошли, дорогие, освоили деньги, молодцы, не освоили, до свидания с программой. Ну, понятно, они будут спрашивать результат. Конечно. Поэтому, наверное, всё-таки мы должны быть нацелены на конечный результат. Конечный результат – это нормальная, качественная дорога, оптимального соотношения качества и цены. Я прошу прощения. Наверное, вот с БКД, может быть, мы… Один вопрос маленький. Разрешите, пожалуйста, вопрос. Альберт Гутенов, руководитель дирекции дорожного хозяйства у нас в студии сегодня. И всё-таки, когда входили вот в эту систему, говорили о том, что всё равно будут давать контракт у нас субподряд, потому что человеческих сил не хватает, возможно. Насколько субподрядчики вызывали нарекания ваши или даже самих заказчиков, является ли это до сих пор проблемой, потому что мы говорили о дефиците, в том числе человеческих кадров? Что касается субподряда, то у дирекции в каждом, в любом практически контракте, более-менее крупно прописано условие от 15 до 40 процентов – это субподряд малый бизнес. То есть это обязанность подрядчика привлечь на субподрядные работы малый бизнес. То есть это в том числе, вот мы говорим об ограничении конкуренции. Пожалуйста, есть возможность, выходите, проводите работы, которые связаны с сопутствующей либо отдельной объёмом работ. Я не вижу здесь ограничений. Были претензии к ним или нет всё-таки? Ну, вы знаете... Или пока не анализировали ещё? Нет, претензии... у заказчика не может не быть претензий к подрядчику. Так, это уже хорошо. Понимаете, ну это всегда так. Точно так же, как у подрядчика постоянно возникают вопросы заказчика. Это просто обычная текущая работа. Вопрос, если есть замечания, насколько оперативно, адекватно подрядчик на них реагирует. И на сколько? Ну, у нас пока замечания таких... у нас предписаний, замечаний, которые подрядчики не исправили, их просто нет. Мы просто бы не приняли. Переходим к контракту. Да, давайте, у нас остаётся вот три минуты буквально контракт на содержание Кировских улиц. Я так понимаю, что выложен он сейчас на, бог мой, госторги, кажется, так это называется. На сайте госзакупок. Восемьсот с лишним миллионов рублей. Есть претензии и есть, скажем так, плюсы, которые отмечают наши общественники. Все говорят, хорошо, что контракт заключается на 20 месяцев. Почему хорошо? Потому что человек, который будет содержать наши дороги зимой и каким-то образом бороться с наледью, он будет помнить о том, что тот песок, который он высыпет на дороге весной, ему же убирать. С другой стороны, вот вопрос по, скажем так, по объёмам контракта, да, то есть 800 миллионов, там залоговая такая вот сумма обеспечения достаточно крупная. Мелкие подрядчики не смогут себе позволить участвовать в этом аукционе. Давайте, опять-таки, мы для себя определим, что мы хотим, чтобы участвовали мелкие подрядчики или чтобы город содержался? Нет, конечно, мы хотим, чтобы снега не было зимой на улицах много, чтобы было можно ездить. Опять-таки, это техническая оснащённость. Ещё раз говорю, можно вообще разложить город по каждой улице, по каждому тротуару и объявить кучу торгов. Не знаю, конечно, как мы с этим справимся, но, в принципе, это возможно. Вы руководствовались логикой. Берём крупного подрядчика, контролируем его, дальше он сам нанимает кого-то. Мы руководствуемся логикой не крупного подрядчика, а дееспособного подрядчика. То есть сумма залога, она не пугающая. На сегодняшний день на банковском рынке этот залог можно нормально, спокойно купить. То есть либо это банковская гарантия, ну, депозит я мало понимаю, кто может положить. Но это непредельная, это не, скажем так, это не такая сногсшибательная цифра в содержании дорог. Опять-таки, если мы говорим о каком-то крупном подрядчике, то это организация, которая, ну, скажем так, основную часть работ по этому контракту должна выполнять собственными техническими ресурсами, собственными силами. Да, скорее всего, они привлекут какой-то субподряд. Здесь вопрос уже, ну, скажем так, технической оснащенности тех организаций, которые, если придут, то придут на субподряд. Более ничего. Опять-таки, почему контракт на 20 месяцев? Да, все-таки 20 месяцев или 2 года, потому что разные назывались вот сроки. В документах прописано вроде бы 20 месяцев. Да, в документах 20 месяцев, то есть разговор был о конце 20-го года, в декабре месяце, но, на мой взгляд, не очень правильно торговать контракт содержания в зимний период. То есть этот контракт будет действовать до, по-моему, июля месяца 18-го года, чтобы можно было уже готовить следующий контракт, 18-го, 20-го года, чтобы можно было нормально подготовить этот контракт детально и запустить его далее в торги, чтобы мы могли заключиться в летнем и в летнем периоде, а не в зимнем, как сейчас мы заключаемся. Вся логика. Все предельно ясно. Спасибо. Альберт Гутнов, руководитель дирекции дорожного хозяйства, был в дневном развороте сегодня. Альберт Валентинович, благодарим вас. Хорошего дня. Мы с Анной Лапшиной прерываемся на 20 минут. Но не прощаемся. И тему дорог тоже не бросаем. Новости, тематические программы и рекламы. И да, действительно, Константин Сичихин продолжит разговор о дорогах в следующем часе. Новости, тематические программы и рекламы.